Итак, всем привет из солнечной долины Калифорнии! Добро пожаловать на наш канал! Кто нас не знает, кто меня не знает, меня зовут Соня. Все спрашивают сразу возраст. Мне 13 лет, скоро 14 в октябре исполнится. И я родилась в Одессе, а не в Америке, но живем мы сейчас в Лакинте в Калифорнии. Сразу уберем эти вопросы, ну, чтобы не писали лишний раз. Сегодня я хотела с вами поговорить о брекетах. Многие из вас знают, что у меня стоят брекеты уже достаточно давно, я не знаю сколько, по-моему, 2 года. И у меня были всегда прямые зубы, но у меня был прикус, именно поэтому мне поставили брекеты. Брекеты я хотела, то есть брекеты меня никто не заставлял ставить. Брекеты я сама хотела себе поставить, как, по-моему, тот же подарок на день рождения. Ну, один из подарков. Поэтому мы решили поставить брекеты. Хочу вам дать некоторые советы, хочу рассказать, больно ли это, не больно. Ну, все такие вот вопросы. Сначала расскажу, как ставили. У нас есть видео, по-моему, называется, как Соня ставили брекеты, или Соня поставили брекеты, что-то такое на нашем канале. И когда ставят брекеты, это не сильно больно, это достаточно долгий процесс, чтобы тебе все проверили, зубы там вычистили, сделали, ну, как они, x-ray, ну, фотографии, которые, ну, фотографии челюсти, вы понимаете, о чем я говорю, и так далее, чтобы все дантист проверил. И это занимает примерно 2 месяца у нас в нашем случае. Что еще хочу сказать? Что когда ставят брекеты, приносите с собой, когда в день уже поставки брекетов, то бальзам для губ, потому что будут открывать рот, и когда, если губы будут трескаться, то будет очень больно и неприятно. Ну, а не если в крайнем случае они вам помажут там бальзамом, который у них есть. Ну, можно принести свой. Также этот процесс, я не знаю, сколько занимает, процесс не болезненный, просто очень необычно. Сначала мне поставили просто на верхний ряд зубы, а потом уже на нижний ряд. То есть сначала, когда мне поставили наверх, я взяла себе два цвета, розовый и бирюзовый, то есть бирюзовый-розовый, бирюзовый-розовый или розовый-бирюзовый, ну, вы понимаете. Или можно один цвет ставить, можно просто серебряный цвет. И у меня брекеты просто метальные, железные, а не пластмассовые. Ой, пластмассовые, что я говорю, господи. Они белые, керамические, которых не видно. Их, они и серебряные, их видно. Очень многие в Америке брекеты в основном в школе, даже с шестого класса до хайскул и колледжа и так дальше. То есть в основном это такое время, когда ставят брекеты. Тяжелее исправить прикус, чем исправить просто кривые зубы. Советы по поводу... А, еще не договорила. Когда мне поставили брекеты первый ряд, это было не болезненно, но... Когда я приехала домой, у меня так болели зубы. Очень сильно болели зубы первые пару дней. Потом прошло. Потом опять нижние зубы болели. Когда нижний ряд поставили, тоже прошло. Так что все нормально будет. Значит, это терпимая боль, то есть вы не умираете. Спите много, не ешьте твердую еду. Яблоки нельзя кусать, лед. Я знаю, многие просто любят лед жевать. Но не надо этого делать. Сломайте себе брекеты. Что еще в первые дни? Ну, в первые дни просто спокойно это все принимайте. Потом мне надо было раздвигать челюсть. Ставится такое... Не знаю, как это правильно называется, извините. Но ставится на верхние зубы. Как такое? Нет, не ротейня. Как же он называется? Короче, он раздвигает зубы. Раздвигает челюсть. Это было очень больно. Ставить его больно. Потом все время больно, все время неприятно. Ну, неприятно есть, не можешь говорить правильно, не можешь. И это, наверное, я не знаю, сколько он у меня стоял. Но все время, когда он у меня стоял, уже под конец привыкаешь. Но все равно не полностью. То есть вот этот процесс более самый неприятный. Процесс лично для меня. Когда мне его сняли, я была очень довольна. Потому что это было больно, неприятно. Снимать его тоже неприятно, конечно же. Но в конце концов сняли и все было нормально. Потом пришли резинки. Резинки дают вот такие вот резиночки. Это именно резинки для прикуса. Если у вас прямые зубы, то вам они не нужны. Скорее всего, вам не понадобятся. Это разные есть. Вот у меня 6,4 мм и размер 1,4. C-Lines. Есть разные. Вот как выглядят примерно эти резиночки. Не знаю, если вам видно сейчас. Вот такие они маленькие. И они ставятся на брекетах. Есть крючки. Есть крючки вот тут. Вот где-то начинают сюда. И вот тут. И мне лично, так как у меня прикус именно, то крючки одеваются вот сюда. И тянется полностью до самого последнего зуба. Вот с первого крючка до последнего. Вот так. Они их меняют. То есть, мне иногда говорили носить как треугольником, чтобы вот тут два и вот тут одна резинка. Ну, как. Начиная вот от этого брекета и заканчивая на вот эти два брекета. Потом обратно просто полоской. Ну, короче, вам, донсист, вам покажут и скажут. По поводу резинок именно на брекеты, какие цвета. Я первое время брала разные цвета. Розовый хороший. Берите, если хотите, чтобы зубы казались более белыми. Тёмно-синий. Чёрный мне не понравился. Оранжевый мне не понравился. Розовый хороший. Ярко-розовый хороший. Нежно-голубой хороший. Тёмно-синий хороший. Фиолетовый неплохой. Красный не пробовала. Зелёный не пробовала. Жёлтый не пробовала. Но я, наверное, я бы и не хотела их пробовать. Ещё один хороший цвет. Бордовый. темно-бордовый какого у меня сейчас, например вот такого цвета, только еще темнее еще хорошее так пока и самый мой любимый цвет, пока который я ношу уже не снимая я прихожу и не какой цвет, я говорю, такой же просто серебряный потому что их не видно и когда у вас, например, красный, если вы себе одели красный, то надо как-то чем-то с красным носить, я вообще красный не ношу, ну конечно не обязательно, но я так смотрела, и мне просто понравится серебряный, потому что его не видно, и он кажется, что у вас просто брекеты без никаких цветов так что снимать мне их примерно они сказали еще как минимум носить их 3-5 месяцев, то есть это или мой день рождения, или новый год, примерно в этой эре, то есть скорее всего в 2017 году у меня уже брекетов не будет, потому что я надеюсь, что эти советы а, кстати, забыла сказать, когда ты туда приходишь и вам они ставят их, даются вам такой пакет ну набор, зубная щетка резинки они дают все-все-все они дают зубную пасту, даже там брошюры, как ухаживать и так далее включается в цену резинки, если у вас сломаете себе брекет то 3 брекета бесплатно, а потом уже платно я не знаю сколько, честно говоря, больше чем 3 не ломало не ломало, по-моему и все, вообще весь этот процесс стоит примерно 5 тысяч то есть отталкиваетесь там 4 800, 4 700, 4 600 5 100, 5 200, 5 300 ну такое и смотря какие вы ставите, конечно или просто железные или еще какие-то уже новые, если придумают так что надеюсь, что вам помогли эти советы и мой рассказ просто, если у вас есть еще какие-то вопросы о брекетах я буду рада вам ответить или отдельное видео сделать еще раз так что все, всем пока и вопрос дня у меня для вас сегодня это если у вас брекеты хотите, увы, брекеты то есть все, что связано с зубами так что все, всем пока 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 пока